Середина, лето и отпускной сезон в криминальном мире не повод расслабляться. Здесь события и тут своим чередом. Преступление, задержание, приговоры. Пока мир захватила третья волна пандемии, воровское сообщество доказывает, что ему не страшны ни сильное жарание вируса. В Краснодарском крае впервые вынесен приговор по антиворовской статье. Обвиняемый по делу стал Давид Джангидзе, известный в криминальном мире когда-то Краснодарский. Уроженцу Ростовской области на текущий момент 37 лет. Впервые его осудили в 2002-м. За грабеж и дали три года условно. После этого он еще три раза получал судимости, два раза по административному делу за неподчинение сотруднику правопорядка и один раз за хранение наркотиков. Следствие полагает, что с момента совершения первого преступления Джангидзе активно поддерживал связи с представителями криминальной следы, от которых перенял знания от родиться в преступной иерархии. Летом 2013-го в Риме он был коронован. Далее, Дата Краснодарский придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи этой субкультуры. В преступной среде вор в законе обладал безоговорочным авторитетом. Вор в законе Геворд Мелекиан, известный в криминальном мире как Геворик Ашаканский, выйдет на свободу после внесения за него залога в размере 50 миллионов драм. Это примерно 100 тысяч долларов. 23 июля суд общей издикции Еревана удовлетворил ходатайство защиты и избрал в качестве меры пресечения залог. Как только на депозит суда поступит 50 миллионов, Мелекиан выйдет на свободу. Авторитета арестовали в августе прошлого года. Его обвиняют в создании преступного сообщества и участием. Геворг Мелекиан был коронован в 94-м, в Ереване. На текущий момент за его плечами всего две судимости. 22 июля в Ленинском районном суде Тулы были признаны виновными четверо мужчин. Их обвинили в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Среди осужденных известный вор в законе Хобот. Осужденные в январе прошлого года предложили директору одного из тульских предприятий решить вопрос о списании налоговой задолженности, избежании ответственности за уклонение от уплаты налогов. За это они запросили вознаграждение в размере 12 миллионов рублей. Сообщники планировали только забрать деньги. Разумеется, таких услуг они не планировали оказывать. Задержание мошенников происходило в момент передачи денег. По приговору суда Андрей Вознесенский, Хобот, получил 6,5 лет лишения свободы и 2 года ограничения свободы. Отбывать наказание авторитет будет в колонии особого режима. Оригинальным методом избежать депортации воспользовался автандил Кабешавидзе, автокопала, в аэропорту Борисполь. Он съел свой собственный паспорт. Буквально несколько дней назад Кабешавидзе была изменена мера пресечения. Вместо содержания в СИЗО его отправили под домашний арест. 11 июля украинские силовики предприняли попытку депортации авторитета, правда в Грузию, а не в Российскую Федерацию, где он находился в розыске с 2019-го. Автокопалу посадили на рейс в Батуми, но сразу после посадки он съел свой паспорт. В итоге самолет пришлось задержать, на то время пока решали вопрос, что же делать с авторитетом. Из-за отсутствия документов его не могли пустить обратно в Украину, и в то же время по той же самой причине Кабешавидзе не могли отправить из страны самолетом в другую страну. 9 июля стало известно о возвращении после отбытия наказания в Москву Игоря Абрамова, ранее носившего фамилию Глазнев, авторитету, известному в криминальном мире под прозвищем Вова Питерский, исполнилось уже 58. В 2012-м суд приговорил Абрамова к 12 годам за разбой, удержание в плену и тяжкий вред здоровью. Его сообщником в этом деле выступил другой законник, Шалва Хонский. Практически весь свой срок Вова Питерский провел в колонии особого режима номер 3, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. Вором в законе Абрамов стал в начале 99-го. Считается, что воровскую семью его приняли после устроенной им в матросской тишине расправы над участником Курганского ПГ, который в свое время убил вора в законе. 9 июля суд вынес приговор в отношении Маха Тбилисского. За обладание статусом вора в законе он получил 9 лет. Сам осужденно поделился своими далеко идущими планами на предстоящее тюремное заключение. Он планирует получить несколько высших образований. Обвинили Маха в обладании высшим воровским статусом весной прошлого года, сразу же после задержания. По мнению следствия, Дорчеев уже более 10 лет является вором в законе. Все это время он распространял воровские традиции Московской области, а также в Средловском и Новосибирском регионе и на других подконтрольных ему территориях. Обвинение настаивало на более серьезном сроке – в 12 лет. Содержался в третье доглашения приговора на спецблоке в одиночной камере СИЗО номер 4 «Медведь». Даже на прогулке его выводили так, чтобы он нигде ни с кем не смог встретиться и не проходил по открытой территории. Администрация полагала, что он может спровоцировать остальных заключенных на бунт или члена вредительства. В беседе с правозащитниками Маха заявил, что знает 4 языка и намерил заняться самообразованием. По его словам, его вдохновляет пример другого известного вора в законе – Джабы и Асилиани. 7 июля в аэропорту Софии был задержан известный вор в законе Андрей Недзельский. Неделя. Задержание произошло в ходе совместной операции сотрудников нацполиции Украины и местных правоохранителей. Криминальный авторитет попытался въехать в Болгарию, используя поддельные документы. Во время прохождения таможенного контроля Недзельский предоставил документы на другое лицо. В настоящее время между украинскими силовиками и болгарской полицией решается вопрос о дальнейшей экстрадиции в Украину. Андрей Недзельский объявлен в международный розыск. Еще весной прошлого года ему заочно предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Следствие полагает, что в 2009-м Недзельский вместе со своими сообщниками убил своего друга и партнера по бизнесу. Считается, что в то время недели стремился обрести воровскую корону, а его партнер, с которым у него возник конфликт из-за совместной преступной деятельности, планировал собрать сходку и пожаловаться на него лидером криминального мира. Это могло помешать Недзельскому получить статус вора в законе, поэтому он решил избавиться от партнера. В Екатеринбурге скончался вор в законе Агайя Рагаев, известный в преступном мире как Седой, смотрящий за Свердловской областью. Об этом сообщили в окружении авторитета. По их словам, Седой умер 17 июля в возрасте 55 лет. После продолжительной болезни его похоронили в родном Азербайджане. Агайев был представителем интереса воров в законе Равшана Ленкаранского и Луту Гули на Урале и поучаствовал в переделе Екатеринбургской овощебазы номер 4, который сопровождался криминальными разборками. Еще один вор в законе предстанет перед судом по антиворовской статье. В Майкопе передано в суд дело против Владимира Волкова, Волчка, который обвиняется в обладании высшим вравским статусом. Уроженец Краснодара 1949 года рождения впервые столкнулся с законом 82-м. Его осудили на три года за вымогательство. В дальнейшем он получил еще две судимости. Одну в 94-м за хранение и перевозку наркотиков, вторую в 2019-м по целому букету статей. Там было и мошенничество, и использование рабского труда, и опять же вымогательство. Когда срок по последней судимости стал подходить к концу, против авторитета выдвинули новое обвинение по антиворовской статье. Следствие полагает, что Волков получил статус воров в законе в начале 83-го. Таким образом, по скромным подсчетам, он уже 38 лет находится на верхушке иерархии воровского мира. 2-го июля стало известно о скором рассмотрении дела в отношении Бесика Квенихидзе, беса Руставского. Его обвиняют в обладании высшим воровским статусом воров в законе. Бесик родился в Якутии в 1982-м. На текущий момент ему уже 38 лет. Впервые был осужден в 2007-м. По статье за кражу получил 8 лет. По данным следствия, был коронован в 2013-м. Вместе с французом Гули и Турком в Москве. Всего на его счету 4 судимости. После первой он осидел еще трижды по различным статьям. За хранение оружия, кражу и грабеж. Следствие полагает, что во время отбывания наказания в исправительных учреждениях Бесик занимался распределением сфер влияния в преступном мире. Назначая смотрящих, организовывал применение к отдельным осужденным, принятых в преступном мире, мер воздействия. И выполнял другие действия, которые прямо говорили о его принадлежности к высшему криминальному статусу.